здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел очень интересный вопрос как ужиться с тещей как говорит спаситель потому вы узнаете чтобы мы ученики что будете иметь любовь между собой к тебе обращена фраза ты думаешь нет пока теща меня не станет любить я ее любить в ответ не буду ты хотя бы себе так веди как христианин по отношению с ней даже если нет искреннего желания вести себя как христианин но нет у тебя каких-то чувств вот ну не был ты настроен перед браком любите еще одного человека также как свою нынешнюю супругу ну хотя бы относись по-человечески дружелюбно куда-то годится если вы еще в семье будете жить как кошка собакой праздник принесет кому-нибудь утешение и спокойствие а дальше будем можем использовать любые призывы священописание по отношению к нам как говорит апостол павел будьте друг другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас никого не заставьте будьте не сварливыми тихими оказывайте всякую крутость ко всем человеком что теща не человек что ли я вас уверяю слова точно также направлены к вашей тещи как и ко всем другим людям поэтому конечно удивляет второй вопрос надо ли по возможности конечно надо жить отдельно пусть где-то подальше от центра пусть в квартире поменьше похуже то строить свою семью вдали от родителей не у всех так получается у меня тоже не получилось мы сколько там уже несколько раз переезжали но всегда переезжали с тещей уже 17 лет по моему с ней живем так что у меня есть опыт не только от писания но из личной жизни надо конечно принять что у вас в доме будет всегда несколько центров принятия решений вам всегда придется как-то коррелировать свое мнение по отношению к тому что говорит не только супруга но и вторая хозяйка вашего дома и хорошо когда отношения с дочерью у нее идеальные по мере сил когда дочь выросла в любви в понимании в адеквате вот если ей худо-бедно относительно комфортно жить со своей матерью то мужчина который в принципе круглые сутки должен быть на работе думаю прийти пообщаться женой с детьми за один час можно так продуктивно провести время что будет лучше чем даже с некоторыми родителями которые круглые сутки дома поэтому закон уважение снисхождение терпение непререкание вот знаешь какие есть болевые точки на эту тему обходи не разговаривай вот хорошо бы когда общий духовник есть он может какие-то моменты корректировать что-то подсказывать тебе подсказывать ему ей ну или хотя бы если не общество ну хоть какой-нибудь вот и бывают такие сварливые мамы которые пытаются жить вести собственную политику проживать свою жизнь через жизнь дочери и это прямо как начинаешь не понимать ты что ли там гарем у тебя психологический кого слушать кто прав кто не прав где здесь лавировать где быть вот этим вот этой масляной прослойкой между двумя кусочками хлеба это тоже непросто поэтому если хотите если у вас не получается съехать надо жить вместе с ней я уже не в своей ситуации говорю бывает ситуация намного сложнее у меня вообще не сложное а бывает очень сложное то что для вас это некоторое монашество ведь надо же как-то добродетель послушание приобретать будьте послушливы да ребята да знаете шапка на махе не спадет вот мужская гордость не затронется вот ты по любви поступаешь по снисхождению ну вот хотят они быть хозяйками там или она в твоей жизни ну хорошо что плохого тебе желают ну хорошо будешь считать что ты поступаешь так как она просит а тебе хочется поступать по-своему да не все женщины не все те что еще умеют так преподнести свое желание зятью или мужем чтобы тот искренне верил что он сам догадался и конечно тогда он будет поступать правильно нет возникает протест негативизм как-то так вот слушать буду хочется поступить противоположно ну смири свою гордыньку ведь плохого то не просит помоги уступи утешь помоги бывает ситуация конечно совершенно невыносимая если если ты когда чаще старается брак разрушить призывают к аборту дочь или просто ну вот все делают чтобы жизнь твою испортить словами делом тогда надо устраивать какие-то барьеры прямо так сказать знаете спасибо вам большое за вашу помощь за то другое но сейчас вы приносите только вред нашей семье как говорит писание оставить человек отца свою матерь свою и прилепиться к жене своей будут два одна плоть для мужа приоритет мнение жены для жены приоритет мнение мужа не имеет права мать сказать ты нарушаешь заповедь о почитании родителей слушаться беспрекословно не все проехали почитание родителей для замужних детей выражается в необходимости помогать материально когда есть такая нужда у престарелых родителей никакого послушания ты можешь прислушаться к советам мудрая мама но ты не обязана подчиняться в религиозном контексте да так как дочь как сын как просто уступающий человек ну просит на зонтик взять ну возьми зонтик хотя там плюс 32 на улице ближайший дождь через две недели ну ничего страшного кинешь машину не знаю подаришь соседу купишь новую через две недели можно и нужно ужиться с тещей потому что вот так она тебе дана значит тебе надо приобрести вот с ее скверным характером какую-то важную добродетель может трудолюбие может терпение может молчание самое главное снисхождение и любви пусть будет будет в вашем сердце любовь как бы какой-либо человек с вами вел себя несправедливо и грубо у вас не будет раздражения в сердце потому что ты любишь ты любишь этого человека искренне желаю приобрести это замечательное качество по возможности конечно раздражаться внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео вот вот вам и и и и и и и Продолжение следует...